Улица Ермоловская, улица генерала Трошева, Сталинский мост. Скажи, брат Тумсо, под чем нужно быть, чтобы давать такие наименования улице? Убить кого-то для достижения политических целей – это нормально. Выслать род для достижения целей – нормально. Похитить, запытать – нормально. Подбросить наркотики, посадить – вообще класс. То есть у них нет вот того, о чем ты говоришь. Мусульм. Саламу алейкум, Тумсо. Считаешь ли ты Рамзана Кадырова мусульманином? У алейкум ас-салам. Ты знаешь, я предпочту на этот вопрос не отвечать. Это мое личное дело, как относиться к Рамзану Кадырову. Поэтому я не думаю, что это важно. Важно, как вы относитесь к нему, кем вы его считаете. Привет, Тумсо. В 627 году племя Бану-Карейза попали в плен к мусульманам. Мужчины 700 человек были обезглавлены, а женщины и дети порабощены Мухаммадом. Салаллаху алейкум ас-салам. Ты говорил о том, что в исламе не убивают пленных, и тебе противно это. Как это понять? Понять это так, что ты лжешь. Джей Суис из лорд. Ты сказал часть правды, но снабдил ее обильной ложью. Дело в том, что эти люди не были пленными. Племя Бану-Карейза – это то самое племя, которое поступило вероломно во время битвы Урва, когда урайшиты окружили Медину. Это вошло в историю как битва Урва. И Бану-Карейза – это племя тогда было в союзе с мусульманами, но они поступили вероломно, предали, и вместе с этими с урайшитами и их союзниками они совершили акт вероломства в отношении мусульман. И вот когда урайшиты отступили, тогда войско мусульман направилось на племя Бану-Карейза, их осадили, и затем, когда они уже не приняли бой, то есть они не приняли бой, и сначала они оборонялись, но потом они сдались. И тогда мужчин, как ты говоришь, я не знаю, какое было их количество, но это была их армия, то есть это те самые люди, которые совершили акт вероломства. По отношению них было принято решение, причем это решение принимал не пророк, он дал это право величайшему сподвижнику Сааду, Сааду бин Муазу, да будет доволен им Всевышний Аллах, и Саад бин Муаз приговорил всех этих армией, то есть мужчин этого племени, он приговорил их к смерти, они все были казнены. Это правда. Так, и как это их делает непленными и небезоружными? Ну, люди, когда ты подходишь, допустим, к какой-то крепости, к какому-то укреплению, ты с ними сражаешься, и потом в результате ты их пленишь, и после этого, если по ним решается вопрос о их смертной казни, ну, таковы правила войны. Это правила войны. Ты, здесь ты как бы, ты можешь с этим согласиться, можешь не соглашаться, но таково было решение, и оно, безусловно, абсолютно правильное. Ассаламу алейкум рамзу ла баракату, Томса, как ты, брат, скажи, кем был Шамиль Басаеву? Алейкум ассаламу рамзу ла баракату. Что значит, кем был? Он был человеком. Кем он? Как еще это объяснить, кем он был? И один, и второй убивает тех, кто их критикует и высмеивает, и тот, и другой за отказ от почитания и подчинения себе наказывают. Оба жестоко казнили и пытали, оба брали наложницы, взимали дань, оба неграмотные, оба считают себя спасителями и пупами земли. Один рамзан, другой основатель Ислама Мухаммад. Ну, за подобные сравнения ты уходишь у нас в игнор, Jesus is Lord. До свидоса нужно было быть очень аккуратным со своими высказываниями, когда ты говоришь о религии, и когда ты говоришь о посланнике Аллаха, мире моего государства Аллаха, надо понимать, что ты тем самым задеваешь чувства верующих. В России даже статья такая есть. Оскорбление чувств верующих. Поэтому, если бы ты вел диалог нормально, тебе бы отвечали. Но раз ты перешел на такие оскорбления, то до свидания. Твои комменты далее зачитываться не будут. Хоза. Улица Ермоловская, улица генерала Трошева, Сталинский мост. Скажи, брат Тумсо, под чем нужно быть, чтобы давать такие наименования улицам в Грозном? Улица Ацетоновая на этом фоне звучит весьма неплохо. Слушай, улица Ермоловская, я, честно говоря, такой не знаю. Генерала Трошева знаю улицу. Сталинский мост, ну, это скорее название, наверное, из прошлого, да? Ну, по поводу генерала Трошева, там есть, у нас есть улица псковских десантников, у нас есть улица Трошева. И, ну, это, конечно, позор. Это величайший позор. И этих улиц у нас не будет, иншаллах. Как только у нас появится такая возможность, у нас не будет никаких улиц Трошева, десантников псковских, не будет улицы Ларсанова, там, Исаева, Кадырова, Путина и прочих, в общем, этих путинских пехотинцев. Не будет у нас этих улиц, разумеется. Но сегодня они, сегодня они являются властью нашей, на нашей земле. Поэтому они, пользуясь этим, называют сегодня таким образом эти улицы. Ну, пускай пока пируют, пока у них есть такая возможность. Крохоботы, вы, если вы думаете, что вы таким образом меня остановите, я перестану вести эфир, и вы глубоко заблуждаетесь. Посмотрите, чем больше вы активничаете, льете здесь грязь, тем больше зрителей онлайн. Ваши, все ваши вот эти вот усердия, они оборачиваются против вас же самих. Всевышний Аллах оборачивает ваши козни против вас. Интересно, вот вы, когда пишете отчеты, допустим, вы же для чего-то это делаете, то есть вы должны это делать либо для того, чтобы я перестал вести эфиры, либо я как-то, ну, я не знаю, занервничал плакать, начал в эфире, может быть, у меня истерика началась. Я не знаю, чего вы ожидаете, но вот вы, например, после вот этого своего рабочего дня, вы же должны некий отчет написать своему хозяину, что вот вы сделали это, и это привело там вот к таким-то результатам. И интересно, что вы напишете? Мы, значит, забрасывали его помоями в эфире, а у него, наоборот, было больше зрителей. Как вы это объясните своему хозяину? Тот самый, асалам алейкум, твой последний ролик хорош, нужно углубить этот сюжет. Рамзану в лицо рассказывают о том, как его отец подкупал судей и заказывал шариатские решения, а он с гордостью слушает об этом, даже не воспринимая, как оскорбление. И тот, кто рассказывает, делает это так, будто делает комплимент. Алейкум асалам, так они так и думают, ну, ты пойми, что у них, вот в их понимании этой жизни, в этой жизненных ценностях, в их воспитании, у них это нормально. Понимаешь? Это и есть путь. Ты пойми, что идеология, что такое вообще путь? Это идеология. У нас был там когда-то путь Ленина, да? То есть, что это было? Это была идеология коммунизма и ленинизма. То есть, идеологию называют путем. И вот их идеология, она такова. Для них это нормально. Они будут об этом рассказывать, смеяться, для них это как бы веселая история. То есть, подкупить судей, и вообще, кого бы то ни было подкупить, чтобы для достижения своих политических целей, это нормально. Убить кого-то для достижения политических целей, это нормально. Выслать род для достижения целей, нормально. Похитить, запытать, нормально. Подбросить наркотики, посадить, вообще класс. То есть, у них нет вот того, о чем ты говоришь. То есть, мы с тобой об этом говорим, понимаем, что это как бы не, это постыдное что-то, это ненормально. А для них это наоборот нормально. Они в этом не видят никаких проблем. Они будут об этом рассказывать, смеяться. Ты обрати внимание, как он, помнишь, он говорит этот, Мирзаев говорит, я, говорит, им сказал, этим судьям, он говорит, я им сказал, я вам, судный день, я вас призову, и потом он делает оговорку. Деньги были уже уплачены, он говорит, смеясь. Можно было смело разговаривать. Дословно перевод будет даже не смело, а свободно как бы. Это как бы, ну, ближайший перевод, это типа, говорить, говорить свободно, то есть, говорить смело о таких вещах, типа, деньги уже уплачены, то есть, можно уже как-то не ограничивая себя, не подбирая выражения никакие, можно говорить свободно, то есть, вот что это значит. И он, смеясь об этом, говорит, то есть, деньги уплачены, все, и можно было требовать. И он говорит, говорит, требовали от них, чтобы они в то же время какую-то оговорку, он типа делает. Это лицемеры просто, ну, вы нигде, никогда не встретите ничего подобного. Те лицемеры, которые были во времена пророка, мир и благословения Аллаха, они, наверное, в уровне своего лицемерия не достигали вот этих. То есть, вот эти дадут фору кому угодно. Субтитры создавал DimaTorzok